Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Сегодня поговорим, пожалуй, на самую сложную такую тематику. Постараюсь ответить на самый сложный вопрос, а именно кем играть в новом дополнении в World of Warcraft Shadowlands. Частенько стримлю, у людей очень много вопросов касательно этого, по типу «Макс, я хочу начать таким-то классом или таким-то, подскажи, пожалуйста, кто будет лучше?» Или, например, какая будет специализация лучше? А есть еще вопросы интересные, по типу «Какая раса лучше?» И, само собой, изучив абсолютно все, тотально подготовившись к этому видосику, я могу дать ответ. Играйте за кого хотите. Окей, ладно, была небольшая шутка просто-напросто в самом начале видосика, но дальше исключительно серьезная информация. Давайте рассмотрим вообще, в принципе, меню создания персонажа, которое открывается в тот момент, когда человек впервые запускает в World of Warcraft и хочет вообще насладиться этим миром. Кладка «Новый персонаж» и тут обилие классов, ну их реально много. Далее, у каждого класса имеются по три специализации, исключение это «Охотник на демонов», там две специализации, и «Друид», там четыре. То есть, суммарно у нас 36 специализаций. 12 классов, в среднем умножить на 3, 36. Какие-то специализации имеются танковские, для поглощения урона, для того, чтобы мопцы просто-напросто били вас. Роль танка почетна. Также имеются лекари, целители, хилы, их роль тоже почетна, само собой. И, например, жрецы могут быть лекарями, паладины, друиды, шаманы, монахи. Также и есть дамагеры, само собой, куда же без них, их роль тоже почетна. В рейде, хоть за кого вы играете, в подземелье, хоть за кого вы играете, вас всегда будут любить и уважать. Конечно, если вы делаете хорошие действия. Дамагерских специализаций очень много. 24 специализации для нанесения урона. Какие-то лучше показывают себя в одну цель. Какие-то лучше показывают себя, например, в несколько целей. По-разному, все зависит от механики класса, все зависит от самого класса и от той специализации, которую, например, вы выбрали. Подготовка к этому видосику была просто феноменальная, как я уже, в принципе, сказал в самом начале. Во-первых, я впервые за две недели вышел из дома с целью подстричься. Во-вторых, была создана таблица, в которой абсолютно все прописано, а также прописаны последние изменения касательно какого-либо класса и какой-либо специализации. Я уверен, вам понравится. Это будет полезно как тем игрокам, которые, например, только стартуют в текущий момент, и тем игрокам, которые, например, хотят быть более полезными в рейде. Постарался, так сказать, на оба фронта поработать, и чтобы и новичкам было хорошо при просмотре этого видосика, и людям, которые, например, просто долго не играли, но хотят вернуться, ворваться вновь. Самая обычная табличка Excel. Почему бы и нет? С помощью нее можно легко извлечь всю информацию. Подготовил все, красивенько прописал, реализовал, цвета даже сделал реально четко. Первый столбик — игровой класс. Второй столбик — специализация, за которую вы будете играть. Само собой, все прописано, все как надо. Как оно в игре прописано, так оно и тут прописано, без каких-либо сокращений, почти. И следующий столбик — это ТИР. Тот ТИР, в котором находится эта дамагерская специализация. Чем выше ТИР, тем лучше. ТИР АС, ТИР А, ТИР Б, ТИР С. Сейчас все посмотрим, расскажу немножечко и поясню. Следующий столбик — это просто-напросто изменение, которое было относительно недавно какого-либо класса и специализации. То есть, например, про ШП, про жреца, ветки, тьма, расписано все абсолютно. Про чернокнижника, ветки, колдовство, иначе их называют афликами, афливарлопки. В игре очень много различных сокращений, в игре очень много различных английских слов, которые перешли, можно сказать, в русский, в сленге Варкрафта. Но если вы начнете играть за этот класс, то, я думаю, вы быстро привыкнете. Например, рассмотрим колдовство, да, что у нас прописано. Обновление, которое произошло 1 ноября, то есть на бете, да, получается. Специализация колдовства подверглась небольшому ослаблению одного из лучших проводников, а именно фокус от Маллигенси. Сфокусированная злокачественная опухоль. С 25% урезали до 15%. Однако, этого недостаточно, чтобы выбить колдовство из АС уровня. Суть в том, что афливарлоки сами по себе сильны, как показывает бета, и даже то, что нерфанули проводник, его немножечко урезали в эффективности, как нам пишут, то, что очень еще чернокнижники ветки колдовства хорошо себя показывают. То есть это самые лучшие дамагеры, тир АС, самые качественные, самые замечательные. Но в текущий момент все еще идет бета. До выхода Shadowlands примерно 3 недельки, уже чуть меньше. И то есть многое еще может поменяться. Чуть-чуть что-то может сместиться, уж точно. Какой-нибудь хендуит поменяют, какую-нибудь легендарочку поменяют, какой-нибудь ковенант поменяют. И баланс класса пошатнется. Едем дальше. Тир А, побольше всяких дамагеров. То есть это дамагеры выше среднего. Охотник стрельба. Маг специализации лед. ДК, ветки лед. Окей, надо бы переписать, да, чтобы все прекрасно понимали. Рыцарь смерти, ветки лед. Далее, ДХ, истребление. Охотник на демонов. Чернокнижник, ветки разрушения. Охотник, повелитель зверей. Разбойник, ветки скрытность. И друид баланс. Также тир А. Он его замыкает. То есть он является последним дамагером в тире А. Что получается? Баланс друида увидели несколько больших бафов для своих двух кондуитов. А именно Stellar Inspiration, звездное вдохновение. Там бафнули с 8% до 20%. Улучшили. Амбрал Intensity, мощь Сумерик. С 20% до 30% подняли эффект. Это замечательно. Это очень хорошие цифры. Это дает им заметное увеличение ДПС. И этого достаточно, чтобы подтолкнуть друида специализации баланс обратно хотя бы к нижней части А уровня. Ну то есть, что я в принципе изначально и сказал до прочтения заметки. Далее идет тир Б. Это дамагеры среднего уровня. А именно Паладин Воздаяния, Шаман Стихии, Маг в специализации Тайная Магия, Рыцарь Смерти, секундочку, Ветки Нечистивость, Шаман Ветки Совершенствования и Разбойник Ветки Ликвидация. У Разбойника Ветки Ликвидация было ослаблено несколько проводников, что немного уменьшило их общий урон. Ликвидация упала на пару мест в списке уровней. Но мы прекрасно знаем то, что эта бета все еще может поменяться. Тир Ц, самые худшие дамагеры, как бы это печально не звучало, но на текущий момент все это выглядит примерно так. А именно, Воин Ветки Нистовства, Воин Ветки Оружия, Разбойник Ветки Головорез, Монах Ветки Танцующий с Ветром, Чернокнижник Ветки Демонология, Маг Ветки Огонь, Друид Сила Зверя, Охотник Выживание. Ну, Охотник Выживание тут все понятно, Друид Сила Зверя, в принципе, тоже все понятно, то есть ничего не поменялось, все без изменений. Касательно других классов, что можно сказать и вообще какие итоги можно подвести по табличке дамагеров. Смотрите, Чернокнижник, например, на текущий момент находится в тире АС. У него три специализации являются дамагерскими, то есть три специализации для нанесения урона. Колдовство, Разрушение и Демонология. То есть у вас всегда есть выбор. Вы можете играть не в Демонологии, вы можете играть просто-напросто в Разрушении или в Колдовстве. Быть полезным, быть хорошим. У воина, например, на текущий момент какого-либо такого выбора нет. У него две дамагерские специализации. Это неистовство и оружие. Давайте прочитаем комментарии, которые были от 3 октября и от 18. То есть что с ними сделали вообще при выходе этих билдов на бету. Воин неистовство. В последнее время неистовство получило несколько незначительных усилений, но нервы легендарок компенсировали любые положительные эффекты. Обе специализации воина по-прежнему нуждаются во внимании. Почему я написал спецификации? Хороший вопрос. Специализации. Вот так вот. И касательно оружия. Обновление 3 октября. В то время как у воина ветки неистовства был ослаблен эффект кондем, порицание, это кондуит по-моему, на самом деле он был усилен на 12% для специализации оружия. И теперь специализация оружия потенциально хорошо показывает себя в экзекут бою или даже в бою с двумя целями, что гарантирует прыжок на несколько позиций внутри C уровня благодаря способности боевой крик для бафа 5% силы атаки. То есть, что-то как-то, что-то пытаются сделать, но что-то никак ничего и не получается. Надеемся на лучшее, то что у воинов все будет замечательно, потому что в текущий момент все очень и очень грустно. Даже в интернете существует такая вот гифка. Касательно дамагерской таблицы, я думаю, больше рассуждать не стоит. Свободный доступ, я ее скину. И ссылочка будет в описании к этому видосику. Идем дальше. Помимо дамагерских специализаций, помимо специализаций для нанесения урона, у нас есть специализации для танкования. Давайте рассмотрим танков. В игре их всего присутствует 6 штучек. И, знаете, можно было составить, конечно, для, например, мифик плюс или что-то комбинированное. Мифик плюс — это подземелье, которое нужно зачистить в таймер. Чем быстрее зачищаешь, чем сложнее ключик, тем лучше награду получаешь. И тем больше ты ее получаешь. Я же просто-напросто сделал табличку для рейда. Поехали. Тир АС — самый лучший танк. ДК Кровь. Далее. Тир А — монах Хмелевар. Тир Б — воин защита, паладин защита. Тир С — ДХ. Получается, охотник на демонов у нас. И друид. Ветки. Страж. В простонародье — мишка. Что у нас получается касательно комментариев? Обновление от 27 сентября. Дань смерти, основная способность от Ковенанта Ночной Народец, получила существенный нерв, в результате которого снижение урона и передача силы упали с 15% до 8. И хоть это существенное ослабление их лучшего Ковенанта, но этого все же недостаточно, чтобы сдвинуть кровь с верхней позиции. То есть ДК сам по себе хорош, ему даже нерфы делают самого лучшего Ковенанта, а ему без разницы, он все равно является лучшим танком. Потому что притяжки, гриппы, то есть вы просто-напросто мобов к себе притягиваете, ранжовый кик коста, магический сейв, купол в виде рейдового сейва, в виде рейдовой защиты, чтобы группу защитить, рейд защитить от получаемого магического урона. То есть у Рыцаря Смерти очень много различных плюшек. И единственный недостаток — это мобильность. Но у всех друидов сейчас есть тревожный рев, и различные, например, жрецы могут ускорить какую-либо цель. Пёрышко, щиток, то есть хоть что можно использовать. Так что ДК хорош, это факт. Ну и касательно различных танков тоже все расписано. Монах, окей, например. Монахи получили ослабление удар бочонка, которое теперь сокращает время восстановления отваров только на 3 секунды вместо 4. Путь — это и ослабление, но монахи по-прежнему стабильно находятся на А уровне. Монахи стабильны, у них механика пошатывания, всё в этом плане хорошо, отвары у них немножко переработали. Монахи засияют ещё в Шадоу Лэнсе, это факт. Думаю, касательно танковской таблицы рассуждать более не стоит. Роль танка мало кто на себя возьмёт. В отличие от дамагерской роли, правильно? Это уж дамагерской таблице, я уделил времени побольше. Перейдём к последней табличке. Табличка по хилам, по лекарям, целителям. Как хотите, называйте их абсолютно. Пять хилов у нас в игре присутствует, пять лекарей, но при этом шесть специализаций для исцеления. Все хилы хороши, более-менее. Где-то какой-то показывает себя чуть лучше, какой-то чуть хуже. Но есть тир Ас, тир А, тир Б. То есть в тире С вообще никого нет. И это замечательно. Поехали. Это неплохо в целом. Тущая картина хилов, я думаю, более-менее всех радует. Ну и то есть что у нас получается? Например, касательно монахов. Ткачи туманов увидели как некоторый тюнинг легендарок, так и некоторое усиление их проводников в этой сборке. 1 ноября, между прочим, это недавно произошло. Также есть несколько изменений. Но вывод состоит в том, что они по большей части должны больше лечить, чем задумано. И этого недостаточно, чтобы подтолкнуть их к АС уровню. Но у них дела идут лучше, чем раньше. Вот эта вот строчка, вот эта фраза меня очень порадовала в тот момент, когда я писал заметку для монахов. Это реально круто. Хорошо, если монахи будут в тир Ас, например, к следующему рейду, не к замку на Африя, который выйдет 9 декабря, а то есть там в 9.2, в 9.1, который рейд будет замечательно, будет хорошо. Тут много информации написано касательно жрецов. Я думаю, если вам это интересно, вы и сами прочитаете. Может быть, кто-то, если играет на жрецах, скажет то, что вся эта информация вообще абсурд. Ну, как бы, извините, хилы не мой конек. Я постарался уж такую общую информацию предоставить. Считаю, что все замечательно рассказал, все разложил по полочкам. Как изначально в шутку сказал, играйте за кого хотите, но если хотите играть эффективно, просматривайте, как вариант, различные сайты, просматривайте различные стримы, общайтесь с людьми, спрашивайте что-то у людей касательно баланса классов, касательно проводников, касательно легендарок. Shadowlands — крупное дополнение. Вводится очень много всего. И самое главное — не прозевать эти моменты. То есть, чтобы нигде не было пробела касательно вещей, касательно экипировки, касательно талантов, касательно прокачки кондуитов и всего-всего такого прочего. Желаю вам всех благ, счастья, здоровья, хорошего старта в Shadowlands. Самое главное — без лагов. Shadowlands будет без лагов, я уверен в этом. Не забывайте о ссылочках в описании. Также там будет эта табличка. Если у меня будет желание, и если вы этого хотите, дайте знать в комментариях. Я постараюсь обновлять эту табличку своевременно, как только информация будет поступать. Берегите ноги, мойте руки. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok